Здравствуйте! В эфире Первого городского служба новостей город в студии Вероника Сухачева. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях среды 3 июля. Смотрите в ближайшие минуты. Роллы, которые опасны для жизни. В одной из сети японской кухни проводится проверка. 11 человек госпитализированы с сальмонеллезом. Разрушенный пляж и разбитые автомобили в области сильный ветер нанес немалый ущерб. Все-таки достучались. Путин повысил зарплату пожарным после обращения светловчанина. Будем проводить разъяснительную беседу. Власти хотят переместить бабушек, торгующих на улицах, на специальной торговой точке. Понравится ли это калининградцам? Реакция, техника броска, скорость и выносливость – все это объединяет в себе фрисби. В Южном парке стартовал проект «Дворовой тренер». И главной теме. В популярной сети суши-баров отравились 13 человек. 11 из них госпитализированы в инфекционную больницу с диагнозом сальмонеллез. Центр гигиены и эпидемиологии провел исследование и подтвердил наличие кишечной инфекции. В Роспотребнадзоре отметили, что будут добиваться компенсации вреда, причиненного здоровью посетителей. Подробнее в сюжете Инги Фероновой. Партнер рубрики «Темы дня» – торговый центр «Спутник». На этих выходных я и мои друзья ходили в суши-бар, который находится на Ленинском проспекте. И все бы ничего, но на следующий день я начала чувствовать недомогание, которые выражались в высокой температуре, сильно болел живот. И чтобы заниматься самолечением, я позвонила врачу, который меня проконсультировал, и он подтвердил, что все признаки сводятся к тому, что у меня пищевое отравление. В Роспотребнадзоре выявили грубые нарушения санитарного законодательства – от плохого мытья посуды, неправильного хранения сырья до личной гигиены работников. В самом суши-баре говорят, что массового отравления могло и не быть. Конечно, могу прокомментировать отравление в нашем ресторане, которого, скорее всего, не произошло. В настоящее время компания совместно с Роспотребнадзор принимает всевозможные меры по устранению и возможным причинам происшествия. Проверка Роспотребнадзора будет закончена 16 июля вместе с нами. По окончанию проверки мы можем сообщить более уже детальную информацию. В интернете на популярную сеть общей ПИТа свалился шквал критики. Так, например, один из пользователей рассказал нам свою неудачную историю похода в этот ресторан 30 июня. Как раз в тот период, когда начались массовые отравления. Мы заказывали роллы, по-моему, в Филадельфии. Одни со свежим лососем, другие с копченым. Со свежим лососем были нормального внешнего вида. В принципе, мы их съели. А с копченым лососем там было полпорции. Ну, рыба такая, консистентная, как каша, как будто бы. Я благо знаю, как эта рыба должна выглядеть. И я сразу девушку позвал, сказал, что это очевидно не свежая рыба. И у нас без проблем как бы убрали эту порцию, вычли еще это. Посетитель ресторана отметил, что, возможно, его учтивость уберегла его от пищевой инфекции. Сейчас я нахожусь рядом с торговым домом в центре города, где есть один филиал суши-бара, в котором отравились люди. В социальных сетях пользователи жалуются, что здесь не только некачественная еда, но и грязная посуда. Сейчас мы это попробуем проверить на себе. Для чистоты эксперимента мы снимали скрытой камерой. Я заказала популярный среди калининградцев лосось и роллы Филадельфия. Запаха никакого дополнительного нет. В принципе, пахнет свежей рыбой. И выглядит все достаточно симпатично. Да, и тарелки оказались чистыми. Первые симптомы пищевого отравления проявляются спустя полчаса, либо через 4-6 часов, а иногда и через сутки. Но если вы поели несвежую рыбу или любые другие подозрительные продукты, то стоит знать, как оказать себе первую помощь. В первую очередь должны быть с собой всегда в аптечке. Дома, если есть дети, фильтром хороший препарат, адсорбент, который адсорбирует на себе все токсические вещества. То ли это отравление какое, то ли это аллергическое проявление. На суши-бар завели дело об административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. И временно запретили работу. Материалы переданы в суд. Инга Феронова, Екатерина Калиниченко, Дмитрий Подгорняк. Служба новостей. Город. А калининградская погода снова устраивает сюрпризы. На этот раз наша область пострадала от сильного ветра. Подробности узнаем далее. Последствия непогоды больше всего ощутили автомобилисты. Деревья в городе не выдержали сильного ветра и попадали на машины. В социальных сетях горожане активно публикуют фото и видео последствий. На улице Чайковского дерево нежно прилегло на крышу автомобиля. У водителя такая картина явно не вызвала умиления. Переулок Нансена тоже пострадал от ветра. Минус дерево, минус машина. А на той улице водителям повезло. Больше всех дерево не задело ни один автомобиль. Ветер навел свои порядки не только в городе, но и в области. В Янтарном шторм размыл пляж с голубым флагом. Работники приняли решение убрать все зонты, лежаки и прочее оборудование на времени погоды. После того, как закончится ветер и утихнет волна на Балтике, мы начнем восстанавливать. По большому счету ничего сложного там нет. Буквально 2-3 дня мы пляж сделаем лучше, чем он был. До 7-го числа также будет. Они будут не все время, но время от времени будет повышаться скорость ветра до 17 метров в секунду. По прогнозам синоптиков погода стабилизируется после 10 июля. В Калининграде впервые выписаны штрафы за парковку на газонах. Виновные предстанут перед судом и выплатят штрафы. Напомним, Калининградская областная дума в марте приняла закон, по которому за парковку на газонах и клумбах автовладельцам грозит штраф. Для физических лиц до 3 тысяч рублей. Должностные и юридические лица заплатят дороже – от 10 до 50 тысяч рублей. Подробнее о жизни региона в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». На оперативном совещании регионального правительства озвучены мероприятия по газификации Гурьевского, Гусевского, Краснознаменского, Нестеровского, Правдинского, Черняховского, Советского и Озерского городских округов. Газ проведут в жилые дома до 2020 года. Учителя региона пройдут обучение по новым технологиям. Их будут учить развивать личностный потенциал каждого школьника. Основной акцент – возможности для саморазвития ребенка и познания своих желаний и стремлений. Больше-то не будут судить россиянина, который в марте 2017 года в течение пяти дней незаконно удерживал гражданина Польши в Калининградской области. Слоумышленник сначала ограбил поляка, отобрав у него деньги и машину, а потом требовал выкуп за его освобождение. 14 июля в Калининградском зоопарке пройдет День мороженого. Гостей ждет праздничная программа и беспроигрышная лотерея. Собранные деньги пойдут на реабилитацию и кормление балтийских тюленей, которые были найдены этой весной на побережье и переданы в зоопарк. Объявлены торги на завершение строительства корпуса шара Планета Океан в Музее Мирового Океана. Стоимость контрактов в общей сложности более 1 миллиарда рублей. Ранее строительство приостанавливалось из-за смены подрядчика. Недавно на заседании в администрации поднимался вопрос о торговых точках. Нестационарные торговые объекты будут сносить. Но как быть с бабушками? Кому они мешают? Или может быть наоборот для них наконец оборудуют торговые точки? Узнаем далее. 10500 пенсии. Как я на нее буду существовать? Лекарства. Даже прожить на них невозможно. Не говоря о том, что лекарства куплю. 10500. Поэтому приходится подрабатывать как-то. Есть участок. И вот мы выживаем таким образом. За последнее время снесли уже 30 несанкционированных торговых объектов. Но являются ли такими безобидными бабушки с цветами и ягодами? Как к этому относятся власти? В будущем для бабушек также обещают поставить бесплатные столы и ряды, чтобы облагородить наш город. Но как к этому относятся жители? И часто ли они покупают с рук, а не в супермаркетах? Нет, не часто. Потому что налички нет. Все на карте теперь. Нет, не часто. А почему? Не попадаются такие бабушки, которые вошли бы в мою доверие. Иногда бывает. Покупаю кубнику, землянику, малину, грибочки, молоко домашнее. Нет, никогда. А почему? Не знаю. Не доверяю, не хочу, не покупаю. На рынке я покупаю. Укроп, петрушку, фрукты. Это покупаю. А вот если по дороге нет? Нет, не часто. А почему? Ну, иногда цены они слишком завышают. Вот. И они продают на дорогах, около дорог. А, как известно, около дорог концентрация опасных веществ больше. И, ну, просто вредны для здоровья они будут. Мнения калининградцев разделились. Однако в любом случае последнее слово остается за представителями власти. Сразу после рекламы вы увидите. Реакция, техника броска, скорость и выносливость – все это объединяет в себе фрисби. В Южном парке стартовал проект «Дворовой тренер». Пряничные домики или плохие строители на Ленинском проспекте от ветра посыпался фасад. Эти и другие новости смотрите во второй части нашего выпуска. В эфире служба новостей «Город» и мы продолжаем. Президент Владимир Путин распорядился поднять зарплаты пожарным. Такое поручение поступило после прямой линии с главой государства. Во сколько теперь оценивается работа пожарных, узнаем в следующем материале. В распоряжении говорится о повышении заработной платы в 2019 году до 24 тысяч рублей, а с начала уже следующего – до 32 тысяч рублей в месяц. Напомним, во время прямой линии к президенту обратился пожарный и светлого с жалобой на низкие зарплаты. По его словам, сумма не превышала 16 тысяч рублей. В региональном управлении МЧС ответили, что такие зарплаты наблюдаются по всей России. Стоит отметить, что доход начальника управления МЧС России по Калининградской области Аркадия Ажигина в прошлом году составил около 3 миллионов рублей. В Калининграде 44-летний директор фирмы по поставке и монтажу водопроводного и отопительного оборудования присваивал деньги клиентов. Ущерб, причиненный предпринимателям, оценивается в полмиллиона рублей. Что еще произошло в городе, узнаем из нашей постоянной рубрики «Место происшествия». И такое бывает. Сотрудники ДПС попали в ДТП, не справились с управлением и оказались в кювете. Серьезных травм у хранителей порядка нет. Природа не всегда благосклонна к автолюбителям и пешеходам, особенно когда в нашей области начались сильные ветра. Женщина, которая переходила дорогу, не пострадала. Да и водители тоже не попали в аварию. Разыскивается 34-летний мужчина по подозрению в незаконном сбыте наркотических средств по статье 228, часть 1. Если вы обладаете информацией о местонахождении преступника, просьба сообщить об этом по телефону, который вы видите на экране. Нарушители порядка бывают и такие. Мужчина решил, что он ворошиловский стрелок и начал стрелять из пневматической винтовки прямо с балкона. А если он попал в людей или животных, ему грозит штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет. Интересный факт. Уже более 100 лет не меняют свой размер монеты достоинством в 10 копеек. А вот курсы валют меняются ежедневно. Что будет с ними завтра? Давайте узнаем. Курсы валют на 4 июля. Доллар США 63 рубля 85 копеек. Евро 72 рубля 11 копеек. Польский злотый 17 рублей 9 копеек. В областном центре введена плата за пользование муниципальными световыми опорами, проще говоря, столбами, на которых размещены провода. Размер платы составит 4 387 рублей в год за одну опору. Что еще произошло в сфере бизнеса, узнаем в нашей постоянной рубрике. Суперджофф назвал среднюю зарплату директоров магазинов в Калининграде. И она не превышает 60 тысяч рублей. Всего специалисты изучили уровень зарплат в 70 крупнейших городах России. В Москве работодатели готовы платить директору магазина примерно 80 тысяч рублей. Это самый большой показатель. Для расселения всех аварийных домов на территории Калининграда потребуется полтора миллиарда рублей. На данный момент снесено 45 аварийных и ветхий зданий, а расселено 185 квартир. Минтранс предложил снимать непунктуальные авиакомпании с международных линий. Это решение связано из-за московской авиакомпании, которая из-за задержек рейсов задолжала другим лайнерам более 7 миллиардов рублей. В Европе предсказали долгую зависимость от российского газа. Минэнерго также считает, что строящиеся трубопроводы из России в Европу и Азию впоследствии смогут значительно увеличить объемы поставляемого топлива. А его добыча будет расти. В июне стартовал проект «Дворовой тренер». До октября в разных точках Калининграда будут проходить бесплатные тренировки по разным видам спорта. Футбол, баскетбол, спортивный туризм и даже фризби. На последний побывал наш корреспондент Дарья Михайлова. Уже целый месяц можно посещать тренировки по фризби. Проходят они в Южном парке каждый день с 12 до часу дня для детей и с 17 до 18 для взрослых. Максим пришел на тренировку сегодня во второй раз и планирует теперь ходить сюда постоянно. Ну понравилось этот вид спорта, потому что это получается, ты разминаешь руки, ты получаешь море эмоций. Я вчера пришел вечером и занимался, как бы взрослых не было. Ну мне понравилось тем, что играешь, позитив есть, тренер очень хороший, объясняет все, вот все так получается. Этот вид спорта только со стороны кажется простым. На самом деле даже здесь есть своя теория. Как сказал тренер, тут свои шахматы. Даже в таких произвольных тренировках нужна дисциплина. Цель проекта в том, что, во-первых, предоставить возможность профессионально детям научиться играть в хорошие олимпийские игры, именно вот в такой дворовой обыкновенной обстановке. А второе, найти замечательных детей и помочь им стать такими же тренерами у себя во дворе. Присоединиться к игре может абсолютно любой. К слову, я тоже попробовала немного поиграть, оказалось это не так просто. Такая тарелка может достигать скорости до 70 км в час. Играть в профессиональном виде спорта могут до 7 человек, а во дворе хоть все 25. Так что обязательно приходите в Южный парк и занимайтесь спортом, ведь это абсолютно бесплатно. Дарья Михайлова, Дмитрий Подгорняк, служба новостей «Город». Министры Калининградской области прокатились по польским велодорожкам. В комментариях пишут, что, наверное, они поехали на разведку, чтобы у нас сделали такие же. Как вы уже догадались, наша следующая рубрика – социальные сети. На пряничный домик подул ветерок, и он обвалился. Красивые фасады продержались больше года. А вот изначально заявлялось, что их гарантия 5 лет. В сети набирает популярность Bottle Challenge. Все, что вам нужно – это бутылка, крышка и меткость. Ведь с первого раза получится явно не у всех. А на этой еле живут маленькие феи. Ну или как объяснить тогда, что на этом дереве так много пыльцы? А этот песик явно доверяет человеку. Поэтому давайте не будем их обижать, а любить так же, как и они нас. Квока – короткохвостный кенгуру. Самое счастливое животное в мире. Оно не боится подходить к людям и всегда улыбается. Тем самым дарит хорошее настроение. А что хорошего произошло у калининградцев – узнаем прямо сейчас. Я нашла новую работу. Банк одобрил мне кредит. Буду продолжать делать ремонт. Море потеплело, я езжу купаться. Взяла палатки, рюкзаки, машину продала. Будем теперь пешком ездить, отдыхать. Мы с ребенком выиграли соревнования. Приехали в Калининградскую область на отдых, поэтому очень рады. В Калининграде наступила середина недели вместе с холодами. Неделя обещает быть не самой теплой. Но в нашем городе всегда все может измениться буквально за несколько часов. Какая погода ожидает калининградцев – узнаем в нашей завершающей рубрике. Первый. Оптический дискаунтер «Оптик Гуру». Партнер прогноза погоды. 4 июля. В Калининграде днем плюс 16, небольшой дождь, ночью плюс 15, дождь. В Вильнюсе. Днем плюс 16, небольшой дождь, ночью плюс 12, небольшой дождь. В Гдайнске днем плюс 17, небольшой дождь, ночью плюс 16, небольшой дождь. В Москве днем плюс 18, небольшой дождь, ночью плюс 11, небольшой дождь. Первый. Оптический дискаунтер «Оптик Гуру». Партнер прогноза погоды. Если вы стали свидетелем интересных событий или засняли их на фото или видеокамеру, то звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. Это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Вероника Сухачева, я с вами прощаюсь. Ну а как будут развиваться события дальше, покажет служба новостей «Город». Всего вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!